Полтысячи обысков в 15 областях одновременно. Военная прокуратура сегодня разошлась не на шутку. Во всей стране задерживали верхушку времен Януковича 23 экс-чиновника. Чтобы организовать такую масштабную операцию, задействовали порядка 2000 силовиков. Под раздачу попали бывшие руководители налоговых структур. Задержанных вертолетами доставляли в Киев. Как все было, расскажет Александр Васильченко. 11 задержанных вертолетами из Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей доставили на взлетную площадку нацгвардии в аэропорту Жуляны. Подозреваемых встречают с усиленной охраной. По периметру автоматчики. С вертолетов задержанных пересаживают в бронированные автозаки. Это первые результаты самой масштабной антикоррупционной операции, сообщили в ГПУ. В 15 областях одновременно сегодня провели около 500 обысков. Задействовали более 2000 силовиков. Задержали 23 топ-чиновника, как времен Януковича, так и ныне действующих руководителей фискальных служб. Ими инкриминируют участие в организованной преступной группировке, превышение служебных полномочий и нанесение убытка государству в размере почти 100 миллиардов гривен. По данным Генпрокуратуры, финансовые преступления организовывали и курировали беглый экс-президент Виктор Янукович и бывший глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко. Под их руководством была сформирована схема, по которой деньги налогоплательщиков попадали не в бюджет страны, а в карманы чиновников. По словам Анатолия Матиоса, показания, которые способствовали расследованию коррупционных схем, дал ныне отстраненный глава фискальной службы Роман Насиров. Тем не менее, нескольким подозреваемым удалось скрыться. Одного из них задержали в международном аэропорту Борисполь. Он хотел покинуть страну. Попытался сбежать и экс-председатель налоговой администрации Луганск Александр Антипов. Во время его задержания изъяли целый саквояж валюты. Сейчас просто идет рутинный, я думаю, что это несколько дней займет. Перерахунок 3,8 миллиона долларов, которые были у него просто в сумке. Позже экс-чиновников конвоировали в ГПУ, где им предъявили подозрения. Некоторые задержанные признаются, что не знают, в чем их обвиняют. Я за собой вины, животные наличивают. Бывших чиновников сегодня доставили в Печерский райсуд столицы, где им изберут меру пресечения. Александр Васильченко, Диана Клочко, Юлия Ажешко, Богдан Савруцкий, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Мы попытались связаться с бывшим главным фискалом Романом Насеровым, чтобы узнать, как именно он помог следствию и какую информацию выдал следователям. Но ответа пока не получили. Мы продолжаем следить за этой темой и будем информировать вас по мере получения информации. Продолжение следует...